привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников ну и мы последнее время так часто стали снимать большие ролики с объяснением с подробностями что хочется иногда сделать что-нибудь короткое и простое и такое что можно каждому сделать своими руками особенно если это школьники на летних каникулах есть чем заняться и вот идея для такого опыта это простейший электродвигатель все что для него нужно лежит у меня на столе это неодимовый магнит катушка из 30 витков медного провода с двумя припаянными выводами батарейка которая будет служить источником питания два соединительных провода и подставка я помещаю магнит на подставку провода батарейки уже подсоединены а теперь кладу на держалке сверху кольцо и она начинает вращаться мы наблюдаем прекрасный стробоскопический эффект а катушка вращается с частотой 10 оборотов в секунду катушка приводится во вращение силы ампера действующий на электрический ток магнитном поле силовые линии магнитного поля направлены вверх и магнитное поле вблизи магнита гораздо сильнее чем вдали от него сейчас электрический ток течет по кольцу по часовой стрелке сила ампера направлена вправо и катушка вращается против часовой стрелки через пол оборота электрический ток потечет по кольцу против часовой стрелки теперь сила ампера направлена влево и она будет тормозить катушку так что в целом она не будет вращаться как же мы решили эту проблему да очень просто лак на подводящих контактах с одной стороны снят а с другой стороны оставлен. И у нас получился своеобразный коллектор. Ток одну половину оборота по катушке течет, а вторую не течет. И сила ампера толкает катушку только в одном направлении. И конечно такой коллектор не слишком эффективен. Лучше было бы, если бы он каждые пол оборота катушки переключал направление тока в ней, а не отключал его. Но тем не менее мотор работает. И что в нем приятно, то что вы можете все его построить, поиграться с ним, посмотреть при каком положении магнита мотор ускоряется, как изменение положения влияет на направление вращения катушки. Ну, в общем, хорошо провести время и использовать для себя. А сейчас спасибо вам большое за внимание.